Официальные партнеры программы «Вкусно». Гастроном Холл Спутник, сеть магазинов «Мебельный рай», кафе «Кофетун». Еще вчера я думал, что сегодня буду готовить испанскую кухню. Поэтому сейчас направляюсь я в магазин «Гастроном Холл Спутник». Друзья, в эфире программа «Вкусно» и я его ведущий Ерван Борисович. Сегодня тема «Испанская кухня». Друзья, замечательные помидоры, которые нам необходимы в нашем салате. Затем я возьму персики. Сейчас очень актуально, очень вкусные персики. Поэтому мы сделаем наш салат именно с персиками. Возьму рукола. Нам понадобится... Возьму три штуки. Руколы, мята, базилик красный, базилик зеленый, тимьян, розмарин. Посмотрите, сколько зелени. Это же полезно и вкусно. Пойдемте дальше. Друзья, ведь мы не только будем салат готовить, мы еще и приготовим замечательную паэля каталония с морепродуктами. Но это не главный продукт. Главный продукт – это тунец. Тунец, который уже заранее нарезанный на стейке. Посмотрите, какие замечательные кусочки. Какие замечательные кусочки. И мы его приготовим на гриле. Поэтому скоро мы отправимся в нашу кухню, но еще возьмем некоторые ингредиенты. Ну что ж, уважаемые телезрители, посмотрите, какой богатый корзина. Грех не пойти сейчас на кухню и приготовить замечательное блюдо испанское, конечно. Сегодня тема испанская. Ну что ж, уважаемые телезрители, вот и мы на кухне. Сегодня мы вместе набрали такую замечательную чашу зелени. Из чего будем наш салат готовить? Вот именно из этих прекрасных зелени. Здесь есть рукола, розмарин, тимьян, разные листья салата, зеленый базилик, красный базилик, мята. В общем, хватает здесь ароматов для нашего салата. Но что самым главным продуктом является в нашем салате, это персики. Персики очень актуальны. И сейчас как раз сезон. Вы можете точно так же повторять за мной такой замечательный вкусный салат. Сделать из персиков. Но не только персики будут украшать наш салат. Есть такой замечательный паромсквичина. Она как бы похожа и на хамон, и, в общем, вяленое мясо, чтобы вам доступно говорить. Ну и самый интересный такой продукт. Я сегодня выбрал сыр Грюнталер. На мой взгляд, нелегко выговаривается, но это голландский сыр с добавлением пожитника. Аромат обалденный. Поэтому мы его чуть попозже откроем. Но наша задача сегодня, с самого начала, начать. Наши персики должны направляться на сковородку-гриль. Посмотрите. Она сам по себе уже сама открывается. Мы его немножко обжарим на гриле. Затем мы освободим, значит, от косточки. Хотя в нашем салате вот эти косточки, которые сейчас я вынимаю, да, они нам понадобятся. Почему? Расскажу немножко позже. Сейчас я включаю нашу плиту. И затем я уже дальше объясню, что мы делаем, как мы делаем и для чего это надо. Вот персики, которые я поделил пополам. Я сейчас просто поставлю на сковородку-гриль. Ну, как видите, поближе покажу. Вот таким образом. И оставляю, можно сказать, немножко забуду про него. Вот, посмотрите, уважаемые телезрители, мы достали именно те косточки, которые нам нужны для нашего салата. Все это мы убираем. И дальше мы продвигаемся нашим персиком. Аромат очень интересный. Знаете, чем пахнет? Такой запах, как запах карамели. Очень ароматный, очень вкусный запах. Что я делаю? Беру чашку. И хочу нарвать много-много руколы. Посмотрите, свежая, молодая рукола в нашем салате должен присутствовать. И посмотрите, как хорошо смотрится уже. Но это еще не все. Я же вам обещал, что есть разные виды листьев салата, которые должны присутствовать в нашем салате. И все это мы освобождаем от этих белых штучек. Все рвем также руками. Посмотрите, уже есть зеленый, такой бордо-фиолетовый. Такой интересный вкус. Вот и я, персики мои, уже практически скоро будут готовыми. Сейчас поменяем местами. О, красота. Убираем. Ну, как я и обещал, что сегодня как бы испанская кухня для вас. Я сейчас делаю салат, который сам лично научился готовить в Испании. Поэтому хочется вспомнить, как мы его делаем. И рассказать вам такой замечательный секрет. Я немножко возьму розмарин. Розмарин нам немножко нужен для запаха. И все это нарву тоже сюда. Прямо рву руками, чтобы это было такой ароматный вкус. Так, также мы не забываем, что наши персики уже такая, смотрите, как щипит. Вообще, а какой аромат, прямо карамелью дает. Поэтому обязательно следите, чтобы совсем не сгорели. Так, ну, что мы делаем? Смотрите, мы нарвали уже практически три вида зелени, да. А теперь я беру зеленый базилик. Немножко нарву сюда. Подготовлю. Стебель нам не нужен. Хотя вы можете употреблять его в песто. Помните, я говорил, что зеленым базиликом можно сделать вкусное, вкусное-вкусное песто. Вот, смотрите, базилик. Испанцы очень любят ароматные зелени, ароматные травы. Я выключаю и отодвигаю гриль, сковородку мою. И пусть она немножко отдыхает. Дальше я возьму фиолетовую базилик. Ну, вот, я думаю, что вот столько хватит. Уже аромат такой очень вкусный, интересный. И вот, когда его так еще и вмещаешь, дает зеленый базилик, фиолетовый, рукола. Все вместе это что-то такое необыкновенное. И, конечно же, хотел бы в салат наш добавить много-много мяты. Испанцы сказать, что прямо мяту обожают и везде добавляют, нет. Но в этом салате она должна быть и как бы дает такой пикантный, вкусный, мятный, ароматный вкус, который вам понравится. Но сильно много мяты тоже нехорошо, потому что влияет на сердце. Но, уверяя, мы же не каждый день кушаем так пучками мяты, поэтому не бойтесь, сможете смело употреблять в вашем салате. Ну, вот, грамм 40 мяты. И вот, самое главное, что нам нужно вот эти, значит, персики, да, я сейчас чашку возьму, положу в чашку, освобожу. И нам нужно, чтобы персики немножко отдохнули. И подготовим мы сейчас сервировочную тарелку. Оливковое масло первого отжима. Все это я тщательно поливаю оливковым маслом. Немножко выпарены бальзамика. Сильно много тоже не надо. И я возьму еще бальзамический уксус такой. Очень удобный, кстати. Тоже приобрел я в спутнике в виде дезодоранта такого. Тут дозатор есть такой интересный. Возьму немножко, значит, соль. Поперчу. Очень вкусно. Аромат такой. Черри. Желтые черри. Прям пополам и в салат. Посмотрите, красота. Каждый из вас может это все повторять. Ведь это все сезонное. Успевайте. Пока есть такие свежие травы. Пока можете приобрести замечательный свежий урожай. Поторопитесь. И у вас все это получится. Посмотрите. И вот я что делаю. Беру двумя ложками. И выкладываю все это в мою сервировочную тарелочку. Помидорки. Посмотрите, как красиво. Вы знаете, если бы мне в ресторане точно такой же салат подали, да я был бы просто рад. Почему? Потому что это очень полезно. Очень вкусно. Свеженький. И, естественно, красивый. Правильно? Посмотрите. Уже красивый. Но мы еще не все положили. Поэтому я сейчас возьму самый-самый такой спелый, пожаренный такой, значит, персик. Посмотрите. Для чего мы пожарили? Чтобы, во-первых, персик. Даже если оставите немножко черный, вот это углеобразные такие пятнышки, ничего страшного. Он будет дать скопченостью. И наш салат станет более вкусным и разносторонним таким вкусом. Поэтому я с удовольствием вот этот кожуру снимаю. Посмотрите. И все это можно руками, просто руками вот так порвать. Посмотрите, какая красотень. Нравится, да? Хочется уже кушать. А я-то как хочу пробовать это. Но я думаю, что сегодня моим операторам повезло. Посмотрите. Такие замечательные. Во-первых, она сухая. С ним очень легко работать. Поэтому я вам предлагаю делать вот таким образом. Посмотрите. Красота-то какая. Уже хочется кушать. Посмотрите. Кто сказал, что мы в Испании не были? Ну, уже в Испании. Посмотрите. Это еще не все. Я приготовлю чуть позже тунца в паэле, которая с морепродуктами. Я вам обязательно это предложу. И вы это попробуйте тоже. Посмотрите. Но я сюда еще добавлю сыр. Я уже десятый раз читаю, как правильно выговаривать название этого сыра. Сыр Грю Наталера. В общем, не выговоришь. Поэтому давайте быстрее уже откроем. Покажем, что там внутри. А внутри ароматный такой голландский сыр. Посмотрите. Каждый кусочек лежит на своем бумажечке. Что я хочу делать? Я не буду ножом резать. Я также все красиво нарву и положу на мой салат. Вот кто может со мной поспорить и сказать, что это не вкусный салат. Это обалденно вкусный салат. Как прямо наша передача. Вкусно. Для этого и мы существуем, чтобы приготовить вкусные салаты. Поэтому вы не забыли, да, что я сломал две косточки и вытащил вот такие замечательные в виде миндаля. Но вкус будет, как у амаретто. Помните? Старый, забытый амаретто. И представляете, я его вот так украшаю. Мой салат. Белиссимо. Вкусно. И я, видимо, люблю жареные персики. И в этом салате она актуален. Смотрите, это я тоже сниму. Вот немножко жженого, ничего страшного. Пусть останется. И положу, чтобы видно было наши персики сверху. Совсем мы не будем закрывать. Практически, уважаемые телезрители, мы подходим к концу приготовления нашего салата. Но это все мы еще раз оформим. Смотрите, красота! Для приготовления салата «Фиеста» вам потребуется рукола, мята, розмарин, тимьян, базилик, салат «Радичо», помидоры черри, бальзамический уксус, оливковое масло, сыр «Грюмталер», шпек персики. Дорогие мои, посмотрите, какая красота! Только что мы приготовили испанский вкусный салат с персиками, с разными травами. Но это еще не все. Мы буквально через минуту встретимся заново и приготовим вместе вкусного тунца. По-испански, конечно. 64 60 60 Служба доставки продуктов и готовых блюд от гастроном-холла «Спутник». Кухня – главное место в доме. У каждого она своя. Классическая или в стиле модерн. Большая или маленькая. С рисунком и без. Здесь кухни для всех. Кухни для каждого. Мебельный рай. В торговом центре «Гвоздь». Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющие пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307 307. Да, кто-то там хлопает, хочет уже мой салат кушать, но я не дам. Пока не приготовлю тунца. Тунца на гриле. Как я и вам сказал, что вот, пожалуйста, перед вами тунца. Сейчас я открою, покажу. Замечательные стейки. Готовые уже. Конечно, где я купил, сейчас скажу. Гастроном «Холл Спутник». Только там вы встретите такую замечательную упаковку и удобно для, допустим, два раза можно пожаять, да? Пожалуйста. При этом упаковка не портится. Это все мы оставляем на следующий раз. А вот это мы приготовим. посмотрите, красота. Сейчас я его должен мариновать. Возьму, значит, положу сюда. Обязательно повторите за мной, и вы не ошибетесь. Что я делаю? Я почему так поставил? Ну, вы уже поняли, что я буду мариновать, а вы будете записывать, выжимая лимонный сок. Соль у меня с чесноком. Очень вкусный и пряный. И эти пять смесов. И это все я аккуратненько переворачиваю в другую сторону. То же самое я делаю с другой стороны. И оставляю немножко. Пусть отдыхает. Для моего тунца я приготовлю замечательный паэлью Каталония с морепродуктами как раз очень хорошо совпадает с нашим тунцом. Сделаем это в виде плова, гарнира и подадим замечательный тунец. После этого мы еще декорируем немножко салатиком. Поэтому я его тоже открою. Это замороженное продукция. Здесь потому что уже есть значит есть те ингредиенты, которые должны быть в паэле. То есть это рысь арбориум или корнориум. Она уже здесь есть. Дальше овощи. Овощи. И есть такой замечательный приправа для именно чтобы приготовить вот эти вкусные то, что в пакете содержимое. Что я делаю? Добавляю сюда оливковое масло. И все это отправлю я на нашу сковородку. паэле это своего рода в виде плова. Но поверьте у паэле есть специальный рис это арбориум или корнориум да как я и сейчас сказал. Она очень хорошо сочетается именно в этом блюде. Открою приправа которая предлагает именно производитель. посмотрим. В принципе здесь все те ароматы которые должно существовать в паэле. Это острый красный перец, чеснок, соль. Поэтому я здесь не буду солить а буду просто добавлять его собственное приправа. То очень видимо по количестве как раз для этой пачки хватит маленькая доза. Вот и что я делаю немножко посмотрю как себя чувствует тунец. Замечательно. Поэтому сейчас чтобы все вместе подать посмотрите какая красота. Вот здесь перик чили мидии кальмары креветки рис горох зеленый и вот такой красивый натюрморт. Поэтому уже начинает работать то есть кипит я добавил бульон после чего я буду уже спокойненько ждать когда приготовится наша паэля. Итак мы начинаем жарить тунца. ну уже кипит паэля сейчас мы сделаем нашего тунца то есть пожарим возьмем оливковое масло включаем нагреваем наш сковородка гриль волшебный и можно распределить масло сильно много масла тоже не наливайте потому что образуете большие бризги сковородка отсутствует крышки нету даже все-таки гриль мы же не можем закрывать как в виде крышки посмотрите паэля уже кипит я хочу сюда выжать лимон и оставить там его пусть дальше кипит сейчас сковородка начинает уже нагреваться и мы обязательно положим нашего тунца тунец готовится очень быстро желательно его быстро приготовить и оставить внутри середине сыроватым ну что поехали мы отправляем такую красивую кусочек уже на мой взгляд хорошо уважаемые телезрители мы жарим пинцет поэтому обратите внимание как мы его жарим при этом у нас паэля уже подходит уже рис уже раскрылся так красота я его просто убираю потому что она сама дойдет сколько ему нужно и как вы помните я люблю когда на тарелочке есть подушечка а на подушечке есть пинец а на тунце есть легенький легенький вкусный салат ведь мы же недавно сделали салат правильно и там у меня осталось еще немножко который я нарвал листья зеленых смотрите у меня лайм сейчас мы украсим еще лаймом только раз хотя можно знаете что можно вот этот лайм пожарить на сковородке гриль я думаю что пора уже тунца снять я положу его на доску порежу тунца очень важно увидеть тунца на надрезе чтобы гость убедился что правильно приготовлен наш тунец вы знаете такое блюдо кушать это одно удовольствие поэтому иногда нужно баловать тебе и приготовить такое замечательное блюдо хотя я немножко хочу положить сверху вот такой замечательный зелень с нашего салата и немножко в принципе нет помидорку мы не будем положить потому что у нас уже есть у нас же есть лайм и я вот этот жареный лайм вкусняшка иди моя хорошая твое место отныне здесь для приготовления блюда паэлия с тунцом вам потребуется тунец замороженная паэлия с морепродуктами бульон масло оливковое лайм салат лимон да и что вы думаете нападение было только что но я им сказал ребят уже готово не переживайте ну операторы конечно хотят пробовать уважаемые телезрители немножко шутки немножко юмора немножко фантазии и вот такие замечательные блюда рождается на ходу но это это блюдо уже мною было готово я его уже готовил заранее то есть знал этот рецепт поэтому с вами хотел поделиться сегодня именно испанское блюдо но не забудьте что у нас есть еще замечательный такой салат с персиками на мой взгляд сегодняшние наши блюда яркие красивые как наша жизнь поэтому каждым днем наслаждайтесь готовьте вкусно смотрите наши передачи я с удовольствием буду делиться хорошими рецептами ну и осталось пожелать вам приятного аппетита я ваш Ервант Борисович 64 60 60 служба доставки продуктов и готовых блюд от гастроном холла спутник кухня главное место в доме у каждого она своя классическая или в стиле модерн большая или маленькая с рисунком и без здесь кухни для всех кухни для каждого мебельный рай в торговом центре гвоздь если потолок то только натяжной если натяжной потолок то только линия неба завод натяжных потолков линия неба 4 года безупречной работы телефон 307 307 мебельный рай